Здравствуйте! Вы смотрите интервью, с вами Ерлан Агисинов. Я думаю, что многие любители искусства уже знают о том, что совсем скоро, точнее, с 17 сентября наш театр «Астана-Опера» запускает первый международный фестиваль «Шелковый путь». За почти три недели, а фестиваль продлится до 5 октября, зрители смогут увидеть лучшие постановки театра «Астана-Опера», «Готов имени Абая», «Национального китайского театра», «Знаменитого Мариинского театра». Помимо этого, пройдет в рамках конкурса и бенефис самой Биби Гуля Ахметова. Впрочем, как это будет, насколько грандиозно и масштабно, мы спросим сегодня у моей гости, солистки «Астана-Опера», заслуженной артистки Башкортустана Альфии Каримовой. Здравствуйте, Альфия! Добрый вечер, Ерлан. В первую очередь, скажите мне, какие партии вы сегодня исполняете в нашем театре «Астана-Опера» для того, чтобы сразу же познакомить наших зрителей? Я думаю, что те театралы, которые сейчас вас узнают, скажут, ну, конечно же, это сама Альфия. Вот буквально в апреле мы выпустили новую постановку для нашего театра. Это была «Богема» Джакомо Пучини. Сейчас вот у нас предстоит большая работа над «Травиатой», тоже в международном составе. Я думаю, что это будет все очень интересно. Далее вот «Аида», я, конечно, не участвую в ней, но я думаю, что это тоже будет очень интересно, потому что «Астана-Опера» уже заявила о себе, несмотря на то, что это очень молодой, но это очень амбициозный театр. И я думаю, что любители оперного искусства «Астаны» и «Республики» уже успели оценить вот этот размах, который, можно сказать, которым стартовал наш театр. Альфия, а знаете, почему я пригласил именно вас? Потому что приходили очень много людей, руководители этого театра, да? И приходили и говорили, конечно, они могут говорить только хорошо, да? Сегодня вы тот человек, который знаете, что представляет из себя этот молодой, как вы сказали, амбициозный театр изнутри. Как вам внутри? Как вам коллектив? Замечательно. Я в оперных театрах, в нескольких оперных театрах уже поработала. Вообще я уже 13 сезон в оперном театре, и я совершенно точно могу сказать, что «Астана-Опера» — это совершенно отдельный театр. Начиная с принципов работы и заканчивая вот этим размахом, действительно, перспективами, интересными проектами. Вам есть с чем сравнить? Вы работали в Готоп имени Абая в Алматы. В Готоп имени Абая я работала по приглашению, как приглашенная солистка. А вообще с 2002 года я солистка Башкирского государственного театра оперы и балета. Собственно, это мой родной город Уфа, это театр, в котором я начинала, это театр, в котором я выросла как певица. Перед интервью я еще ознакомился, конечно, с вашим репертуаром, но просто потрясающе. И география, начиная от Уфы, как вы говорите, до Испании. Да, я еще была солисткой нескольких сезонов в Новосибирском театре оперы и балета. И, конечно же, это действительно мои поездки по Европе, по Азии. Это сольные концерты и в Барселоне, и в других городах Европы. Как оказались здесь, в Казахстане? Приехала по приглашению, в первый раз я приехала в 2004 году по приглашению Шахмарда Набилова на его фестиваль в Павлодар. Тогда я спела сольный концерт, и вот с этого момента началась моя казахская эпопея. Далее меня пригласили в Готоп Миниабае в Алма-Ату. Я спела там Травиату, Регалетта, Лючию, Абая, собственно, партию Ажар. Помимо профессиональной, здесь сложилась у вас еще и личная жизнь. Вы знаете, да, вот я приехала как раз, очень все было как-то быстро, я сама ничего не поняла, если честно. Приехала я на конкурс Биби Гуляхмеда Натальгина в 2007 году. Я выигрываю гран-при, и тут же меня приглашают на открытие сезона в Абаевском театре. Я спела партию Ажар. И тогда мы познакомились с моим будущим супругом, как тогда выяснилось. Вот две недели мы встречались, он делает мне предложение, я соглашаюсь. Ну, то есть безумие абсолютно полное, я думаю, да. Но, тем не менее, вот это безумие уже продолжается 7 лет. У нас есть сын Нурсултан. Я не сказала, мой супруг это солист Абаевского театра, Булладжо Мартов. Многие тоже его знают и любят его работы в театре. И, в общем, я думаю, что, наверное, так оно и должно быть. Легко ли жить в семье, когда оба, как бы, две составляющие этой семьи все-таки из одной и той же сферы? Ну, семейная жизнь, это, в принципе, огромный труд. Причем с обеих сторон. И, скорее всего, одна профессия, это, скорее, плюс, чем минус. Потому что все-таки человек знает, какие нагрузки, что нужно, что когда, как говорится, нужно отвлечь, когда, наоборот, не нужно что-то там, что-то говорить и нервировать. Предстоящий вот фестиваль «Шелковый путь». Вы, как человек, который знает практически изнутри все наиболее интересные спектакли и постановки, скажите, пожалуйста, вот ваш совет нашим телезрителям. Что здесь вот, на что вот именно стоит сходить обязательно? Что вот по-настоящему потрясет нашего театрального? Я думаю, что здесь будет представлено, это, я должна сказать, что «Шелковый путь» это первый такой международный фестиваль, который будет проводиться в Астана-Опера. Я думаю, что он станет традиционным, ежегодным. Я надеюсь, очень верю в это. И думаю, что зритель, каждый зритель найдет для себя что-то свое. Любители балета придут, например, на «Ромео Джульетту», «Красная Жизель», на «Спартак», и я думаю, что каждый для себя что-то откроет. Это либо солисты, либо техника, либо интересная какая-то хореография. То есть это настолько субъективно. Что касается оперы, конечно, это наши самые лучшие оперные спектакли. Театр Астана-Опера – это «Богема», «Тоска» с мировыми звездами и с замечательными солистами нашего театра, которые тоже уже покоряют Европу, мир. Я думаю, что не за горами такая мировая известность. И, конечно, это будут гала-концерты. Гала-концерт, большой гала-концерт китайского национального театра. Далее будет «Бенефис» Бебегуля Ахмедовны Толегеновой и заключительный гала-концерт. Концерт – это всегда большой праздник, это какой-то итог, это такое собрание самых ярких, самых интересных имен, произведений, отрывков и так далее. А вот что касается как раз-таки китайского народного театра. Ну, если вот любители, конечно, нашего театра, они уже знают примерно с постановки Астана-Опера, знают, что из себя представляет Гатук имени Абая, знают, ну, конечно же, Мариинку, тем более, она не так давно к нам и приезжала. А вот китайский национальный театр, чем он интересен? Знакомы ли вы с их репертуаром вообще? Я с их репертуаром не знакома, но я думаю, что поскольку наше руководство… Мне кажется, что он такой самобытный театр, да? Я думаю, стоит на него сходить. Наверняка, конечно. А вот вам есть, Альфея, с чем сравнивать зрителя, да? Скажите, пожалуйста, как в целом вам казахстанский зритель сегодня? Замечательный казахстанский зритель. Настолько тепло и хорошо принимает. Очень нравятся именно такие концертные какие-то выступления. Я не люблю слово «шоу», но тем не менее элементы шоу, вот это вот, это какие-то костюмы, какой-то антураж, это всегда очень привлекает зрителя. Ну и, конечно, качество исполнения. Качество, за которое мы боремся каждый день в классе, на репетициях, на оркестровых и так далее. Вот если говорить о качестве, то, конечно, ни у кого сомнений нет. А вот что касается вообще реквизита, что касается акустики от вам для профессионала, как театр изнутри? Есть какие-то проблемы, может быть, которые нужно решать сейчас вообще? Ну, я думаю, что поскольку театр – это вообще очень большой организм, очень сложный, где уживаются удивительным образом и музыканты, и художники, и балет, и технические цеха. Это всегда есть какие-то, наверное, ну, я бы не сказала проблемы, но те вещи, которые нужно решить и которые решаемы. Инструменты, кстати, купили для оркестров уже полностью, вы не знаете? Потому что когда приходил Тулиген Мухаммеджанович, он говорил, что в скором времени купит. Вот мне просто интересно. Ну, если Тулиген Мухаммеджанович сказал, значит, купили. Ну, будем надеяться. Впечатления ваши о коллегах, с которыми здесь работали? Я понимаю, что был очень большой конкурс, практически национальный конкурс, в котором и все средства массовой информации уже говорили об этом, что только лучшие из лучших, и не только Казахстан, но и со всего мира. Да, я бы сказала, не только национальный, но и интернациональный был конкурс. То есть мне интересен в любом случае коллектив, потому что вы с ним вместе выезжаете, и на гастроли, мне интересны и исполнители, и танцоры, и вокалисты, и оркестранты. Вот без скромности вам скажу, что отобрали лучших из лучших, это правда. Потому что ежегодно у нас проводится аттестация, конкурс, то есть даже не аттестация, а конкурс, то есть из тех солистов, которые есть, не только солистов, солисты, хор, артисты оркестра, все проходят отбор ежегодный. Я думаю, что это правильно. Это правильно, это, конечно, постоянно требует большой работы, но это нормально. Без работы нет, как говорится, качества, а без качества это уже не театр. Потому что в театре нет мелочей. Спасибо. К сожалению, время нашей программы практически уже истекло, и у вас сейчас есть просто уникальная возможность пригласить нашего телезрителя в театр. Дорогие друзья, уважаемые любители классического искусства, мы ждем вас в нашем замечательном, в нашем уникальном театре, который уже признан одним из самых красивейших и самых больших театров мира. Это действительно уникальный театр, и я думаю, что вы получите огромное удовольствие эти три недели, когда будет идти фестиваль «Шелковый путь». На любой вкус и цвет, как говорится, будет программа. Это и балет, это и гала-концерт, это и опера, и приглашенные звезды. В общем, я думаю, что будет очень интересно. Приходите, мы работаем только для вас, двери нашего театра всегда открыты для нашего любимого зрителя. И хотел бы добавить еще и то, что радует меня, что билеты будут более чем доступными. По крайней мере, обещают, что максимальная стоимость будет стоить 500 тенге. Насколько это правда, мы, конечно, об этом уже увидим. Минимальная стоимость составляет 500 тенге. И более того, я считаю, что это действительно очень доступно для студентов, для пенсионеров. Я считаю, что это искусство принадлежит народу. Вот если бы с этим прицом подходили все бы, то было просто замечательно. Большое вам спасибо, Альфия, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Но я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях нашей программы была заслуженный артист Республики Башкортостан, солистка остана опера Альфия Каримова. Субтитры создавал DimaTorzok